Захар Прилепин Собаки и другие люди Памяти Саши, злого Шубина, ангела нашей семьи Праздники святого Бернара Отряхивая, налипший снег и притоптывая, раскрыл дверь в свою городскую квартиру И тот же увидел его Он жил у нас третий день Меня носило по городам, и семья умолчала о появлении нового жильца Щенка Сан-Бернара, который не имел еще тогда имени Оно пока не приходило Щенок лежал посреди квадратной, с высокими потолками прихожей Он уже пересчитал всех домашних и обжился А тут я, большой, пахнущий холодом, накрутивший на свою шубу сорок дорог Заскользив и расползаясь в разные стороны неловкими еще лапами Он поспешно отбежал в угол, где, усевшись спиной к стене, уставился на меня «Ты кто?» «Это что еще за шмель?» Спросил я, не сдержав улыбки Он был пушистый и чуть нелепый Как шмель, рыжий и летний, безобидный Я полюбил его с первого взгляда «Шмель!» — закричали дети «Шмель!» Так у него появилось имя Вскоре мы приняли волевое решение Отправиться жить в деревню, где у нас имелся двухэтажный, насупленный, скрипучий домик На покосившемся фундаменте, зато с настоящей печью Шмель, помнится, лежал поверх огромных тюков и сумок В багажнике нашей большой вездеходной машины Растерянно глядя в затылки детям и ожидая, когда к нему обернуться Я видел зовущее выражение его глаз в зеркале заднего вида Время от времени он предпринимал решительную попытку перебраться к людям на задние сиденья Но его весело загоняли детскими ладошками на место Добравшись, мы долго таскали эти тюки, наполняя старые шкафы новой жизнью А шмель носился туда-сюда, громко топача по полу и ликуя обилию застарелых, добрых, терпких запахов На следующее по приезде утро, усадив детей в машину Взметая синега и разноголоса крича на ухабах Мы прорвались вглубь сияющего, как накрытый для самого долгожданного гостя стул, леса Раскрыли багажник и вынесли его, нетерпеливого и оглушенного счастьем Даже щенком он был увесистым парнем Небосвод обрушился на него всей своей торжественной благодатью Я бережно поставил его в снег И он тут же, вшибаясь грудью в сугробы, неистово устремился вперед Прыгая, всякий раз утопал до самого носа Это удивляло его, но собравшись, он тут же делал новый рывок Так выглядит счастье Маленький шмель на лесной поляне под хохот детей пытается преодолеть сопротивление ослепительно-снежного мироздания Наискосок от нас жил старый пчельник Когда-то лет сорок назад он, рано постаревший мужик на шестом десятке, вдовец, имевший приемную дочь и двух внуков, смертельно заболел И решил умереть в лесной тишине, подальше от города Он был совсем слаб, и его дочь, молодая еще баба, оставив двух сыновей на мужа и бросив работу, перебралась за ним во след Все думали, дед протянет месяц, ну два, больше врачи ему не давали от всех щедрот И тогда бы его дочка вернулась к детям и восстановилась на работе Но дед тянул-дотянул Вытянул три месяца, потом целый год, хотя все еще казался слабым, вдыхающим предпоследнее свое дыхание Всякий раз, когда дочь порывалась уехать, дед с ней прощался навсегда И ложился на печь, прося натопить, как следует Во сне я отойду, хоть не сразу окоченею Ну, еще одну весну, решила дочка, прожив так вторую весну Второе лето, вторую осень, а потом очередную зиму В третью весну под присмотром деда она засадила огород Ел дед теперь только капусту и свеклу Тогда же старший сын его приемной дочери закончил школу И дочка задумала остаться насовсем Побыкнувшись существовать со стариком посреди густого леса, решила Некуда теперь спешить, младший уж как-нибудь доучится На следующий год оживший дед решил развести пчел С тех пор прошли несчетные годы Иногда пчельник, опираясь на крепкую, древнюю, почти как он сам, суковатую палку Проходил по деревне И на кого не глядя, резким голосом дед вдруг почти выкрикивал отдельные фразы Как бы вырванные из обширной, но неизвестной нам речи Быть может, он говорил со своим прошлым В ту зиму, когда в деревне появился шмель, умерла его приемная дочь Дед остался жить дальше Ему было примерно девяносто пять лет И уже полвека дед никуда не спешил Время от времени, сталкиваясь с ним на улице, я так и не смог рассмотреть его толком С тем же успехом можно было попытаться запомнить рисунок древесной коры Почерневший, но со всклокоченными белыми бровями Дед был преисполнен временем Лицо его пересекали несколько черных вен, похожих на удары плетью Рот был завален внутрь Уши, напоминавшие волглые осенние грибы Мохнатились в раковинах, серебрившиеся на солнце паутиной Помимо пчельника, нашу малолюдную, затерянную в глухих лесах местность Населяли следующие граждане Ближайшим соседом был Никанор, Никифорыч Наши дворовые постройки примыкали к его забору Но мы почти не виделись, зато слышали друг друга каждый день Летому было не менее пятидесяти Он был в меру пузат, несколько кривонок Держал собак и пропадал на охотах Рыбач тоже любил Ловила на сеть и на удочку И многими иными хитрыми приспособлениями Но всегда один Раз видел, как он тащит два мешка рыбы Хмурый, торопливый, как тать Смотрел Никанор Никифорович все время словно искоса Прищуренным взглядом, с полоборота Отчего возникало ощущение, что у него флюс, который он прячет При разговоре жестикулировал, как южный человек Если что-то ему приходилось не по нраву, сразу повышал голос И кричал, как контуженный, будто сам себя не слыша Порой я становился невольным свидетелем, как он То ли с кем-то, то ли с кем-то невидимым мне за его забором То ли, скорее, сам с собой обсуждает соседей Все соседи были, на взгляд Никанор Никифоровича, не вполне хороши Любую пойманную соседями рыбу он воспринимал как свою, уворованную у него Всякая новая соседская постройка тяготила ему взгляд Молодых в соку женщин не выносил на дух Почти клокоча от раздражения «Туда идет, жопу несет свою! Сюда идет, жопу несет!» Это звучало так, словно женщина носила туда-сюда лукошко, полное яблок, из его опять же сада В сущности, он был хороший мужик, если с ним не связываться Большинство деревенских держались от него подальше Никанор Никифорович имел жену Жена наезжала к нему раз в месяц, а то и в три Через дорогу от Никанор Никифоровича проживала с двумя душевно больными дочерьми Екатерина Елисеевна Удивительной доброты бабушка, которой неизвестно за что выдали скорбную судьбу Сама она была совершенно нормальна Молельщица и труженица, безропотно несшая свой крест Дочки унаследовали болезнь по линии ее мужа При том, что и он был вменяем, только молчалив Однако мужнин, что ли, прадед в стародавние времена страдал манией Лечился, не выправился И через поколение перекинул свой недуг Дочки были дебелые Заинтересовавшись чем-то смотрели, пристыв птичьими глазами Не любили громких звуков Летом пили во дворе чай Зимой случалось, катали снежную бабу Потом громко ссорились из-за пустяка и бабу побивали на куски В конце концов, одна из дочерей падала на снег И начинала рыдать, как маленькая Вызывая из дома Екатерину Елисеевну На краю деревни жил 25-летний пьяница Алешка Со своей матерью, лежачей больной, которую я никогда не видел Несмотря на свой возраст Вид Алешка имел опойный и жалкий Печь у него уже не справлялась Со всей той самогонкой и прочей отравой Что он при всякой возможности заливал в себя С утра и вечером, весной и осенью Алешкино лицо было безобразно распухшим В соседней деревне располагался сельмак Единственный на весь наш в сотню вдоле наискосок верст лес Ежеутренне, не имея ни рубля в кармане Алешка шел туда и неутомимо побирался, докучая очереди Время от времени его били И он возвращался с окончательно заплывшим глазом Или надорванным ухом Или волоча за собой куртку с единственным рукавом А второй остался у магазина И его таскали с места на место собаки Через три пустых старых дома от Алешки Жили муж с женой по прозвищу Слепцы На самом деле слепым в их паре был только отец семейства А жена вполне себе зрячий Однако деревенские определили их так В том числе и потому, что слепцы всегда ходили вместе Опор из них никто не встречал Лет десять назад муж начал катастрофически быстро терять зрение И они решили съехать сюда, чтобы не слишком тяготиться Трудным недугом среди многочисленных людей Завели себе коз и зажили крепкой, но очень тихой жизнью Казалось, что вместе с мужниным зрением Они оба утеряли и голоса На уличное приветствие жена отвечала глубоким кивком А муж, как гусь, вытягивал шею и поворачивал голову из стороны в сторону Словно надеясь почувствовать запах встречного человека В сельмаге жена указывала на необходимые продукты, не называя их А муж традиционно стоял рядом Очень прямой и словно бы смотрящий поверх людей Сильными руками он крепко сжимал свой посох Несмотря на то, что жена водила его под руку Он всегда еле-еле простукивал посохом пространство впереди Самым новым жителем нашей деревни был отставной прокурор В одно лето он отстроил себе двухэтажный кирпичный дом И зажил обособленной жизнью со своей супругой У прокурора имелось шесть собак, из них четыре охотничьих Охотничьи сидели на привязи и лаяли иной раз часами Две другие его собаки какой-то кудрявой породы, похожие на веселых баранов, бегали по деревне Я поинтересовался как-то у всезнающего Алешки, отчего прокурор не держит собак во дворе Алешка поделился знанием Прокурор сказал, этой породе положено расти на воле Прокурору виднее, согласился я Кого на привязи держать, кого на воле У нас была хорошая деревня Хоть все названные и не слишком дружили друг с другом Остальные ее жители наезжали время от времени Чаще всего летом и на большие праздники Мы же тут находились всегда Лес вокруг нас стоял сосновый, строгий, темный В лесу жили звери Зверей было много больше, чем нас Мы были уверены, что живем на краю заповедника В свою очередь звери могли думать, что обитатели заповедника — это мы Черными вечерами большой лось выходил на другой берег маленькой лесной речки Протекающей по самому краю нашей деревни И смотрел, как подрагивают редкие огоньки в нескольких окнах За год шмель вымахал в огромного пса А к двум был выше всякой встречной собаки самых крупных пород Шмель любил все живое вокруг, даже котов К другим собакам у него не имелось никаких претензий А при случае он был не прочь подурачиться с ними Но более всего его тянуло к людям Он источал нежность, изнемогая от желания познакомиться Или возобновить прежнюю мимолетную дружбу Все без исключения деревенские обитатели были для него желанными товарищами Под самый конец декабря в том году на небе как мешок развязался Снег валил лохматыми хлопьями В первое январское утро я едва смог открыть дверь Крыльцо, перила, двор, крыши построек были пышно укутаны Шмель беспробудно спал посреди двора Вольера для него у нас еще не было Сам он, однако, был жарок настолько, что снег на нем исстаивал И лишь слабая изморость лела на щеках, а бока припорошенно серебрились Мы вытоптали с детьми несколько необходимых нам тропок Загнав сыновей на крышу сарая, я скомандовал хоть немного разгрести там А то крыша не выдержит тяжести Но только они вошли в раж, снег с утроенной силой посыпал снова Рукой махнешь в воздухе и по пути готовый крепкий снежок собираешь Отбой! — скомандовал я Шмель продолжил спать Видно, решили мы, в новогоднюю ночь было слишком шумно Нахватавшиеся впечатления пёс видел во сне звезды, бегущие в рассыпную от веселого грохота И еле заметно трепетал хвостом На другое утро я застал Шмеля в том же виде Пёс безмятежно похрапывал Но я все равно растолкал его, чтобы проверить в порядке ли он Шмель тут же принялся целовать меня, следом и всех остальных На третий день он тоже в целом проспал А потом четвёртый и пятый и на шестой тоже едва нёс на прогулке огромную башку Разгадку его беспробудной январской неги нам ещё предстояло узнать Как только закрывали двери и тушили свет Шмель по огромному сугробу взбирался на крышу сарая Оттуда спрыгивал в такой же сугроб на улицу Деревня манила и ждала его Стерясь запахами, зазывая звоном посуды и голосами людей Уверенный трусцой он двигался по деревне, чувствуя себя сусальным ангелом с ёлки, хоть и подросшим Разбираться с дверями и засовами Шмель обучился ещё в детстве При встрече с любой преградой он попеременно использовал уже привычные ему навыки Надавить лапой ручку, поддеть приоткрывшуюся дверь когтями, а затем носом Либо не слишком разбегаясь, а просто на ходу боднуть дверь головой Мягкий удар этот при всей, казалось бы, неспешности Шмеля обладал восхитительной силой Первым на его пути оказался дом Екатерины Елисеевны В окнах его слышался женский смех, а пахло так, что у Шмеля закружилась голова Сначала раздался стук калитки на улице «Кто это?» — спросила удивлённо бабушка Екатерина «Алёшка, что ли?» — затем скрип раскрываемой двери Несчастные дочки Екатерины Елисеевны, не разобравшись в полутьме, вскочили на стулья и заверещали Сама бабушка сидела к дверям спиною Привыкнув к шумной дурости дочерей, она ожидала увидеть Алёшку в дурацком наряде И никакого иного зла не ждала Что ещё могло быть злее её обрушенной жизни? Но увидела огромную снежную башку зверя Мощным хвостом Шмель взбивал подвернувшегося ребёнка с ног Что ему в тот вечер были предметы обихода, совки и метёлки, а также стоящие по лавкам вёдра и салатницы Всё это шумно посыпалось и отчасти разбилось «Да, боже мой!» — всплеснула мягкими руками Екатерина Елисеевна, разглядев на конец гостя «Это ж соседский пёс! Пёс! Пёс!» — повторили эхом её перепуганные великовозрастные дети «Пёс!» — через минуту все успокоились Дочери постепенно, будто сходя в горячую воду, спустились со стульев Екатерина Елисеевна протянула зверю блинок Блинок исчез в благодарной пасти Дочери, чуть дребезжа, засмеялись Каждая, не сводя со зверя глаз, потянула с праздничной тарелки ещё по блинку Как его кормили? С рук, со сковороды, из чугунка, из салатницы, из кастрюли, с пола Наконец, со снежного наста во дворе, куда ему выносили, сгребая с тарелок и плошек в перемешку жаркое, салаты и выпечку Шмель ел, как и положено, отличному мужику, с яростью, не забывая при этом поднимать голову и благодарить ласковым взглядом из-под набрякших век и чуть торопливым полувзмахом хвоста Субтитры создавал DimaTorzok